О, смотрите, ребят, это значит, я здесь живу. Вот там домики, там горы, вот тут газончики, а это вот я. Здорово, здорово, мои дорогие! Сегодня, как вы поняли, проповеди не будет. Не будет проповедь. Почему? Потому что тема сегодня серьезная, на злобу дня. Так сказать, жесткая реальность нашего бытия. Перед тем, как покажу вам классный, интересный, прям с полей насыщенный живой ролик, маленькое объявление. Я так надолго пропадаю, потому что я занят. Я много работаю, у меня много суеты, всяких проблем, поэтому тупо не хватает времени монтажить вот эти вот ролики. Все дело в том, что кроме моей обычной работы, кроме вот обычной приемки новостроек, я все так же принимаю новостройки в России, у меня там большая команда, мы все это делаем, обращайтесь, пожалуйста. Но кроме этого, я сейчас за границей. И тут, за границей, в большой, интересной, богатой стране, я хочу делать то же самое. Принимать квартиры, принимать новостройки, принимать дома и делать это правильно, выгодно для потребителя. На это может уйти много времени, ну мне как минимум пару лет нужно, чтобы ознакомиться с законами местными, чтобы подучить язык, чтобы вообще войти вот в это во все. Поэтому в течение вот этих вот пару лет, кроме роликов про новостройки, а напомню вам, что ролики с новостройкой, так же бывает и просрочка. Действительно, там тоже бывает просрочка, как и в магазине, только здесь продукт немножко другой, цена другая, товар другой. Но просрочка та же самая бывает, и она очень популярная. Так вот, кроме вот этих роликов с просрочкой в новостройках, у меня еще будут ролики на канале про эту страну, где я сейчас нахожусь. И я здесь точно так же буду ходить в магазины, в рестораны, в какие-то другие организации, где предоставляют услуги, где продают какой-то товар. И точно так же буду ходить и инспектировать, как они работают, как они относятся к потребителю, какой у них сервис, как они работают с возражениями, как принимают претензии и как они судятся. И вот здесь, в этой стране, очень любят права потребители, здесь любят вообще права гражданины. Если мы дойдем до суда, то я уверен, это будут очень хорошие и штрафные санкции, и убытки, и моралка не пару тысяч рублей, как в России. И хочу вас обрадовать, что у меня уже, у меня уже есть куча материала интересного, прикольного. Мы уже здесь покупали просрочку, мы уже имели какие-то конфликты и бодались с продавцами, с наглыми барыгами. И, уверяю вас, будет интересно. Поэтому подписывайтесь, обязательно подписывайтесь, обязательно ставьте колокольчик об уведомлениях, чтобы не пропустить новые ролики. Ну, а в этом ролике мы будем принимать квартиру в ЖК бизнес-класса Береговой. Это действительно дорогой объект, он находится возле метро Фили, возле Москвы-реки, это запад Москвы, совсем недалеко от центра Москвы. И самое интересное, что квартира стоит немногим меньше, чем 20 миллионов, но качество сервиса и отношение к потребителю, ну, прям на высоте. Все, как и положено в нашей широкой и необъятной родине. Тебя приняли, блядь, будут добра, нахуй. А то у него, нахуй, тут, блядь, грязно, там грязно, нахуй. Белье, блядь, за пять тысяч, нахуй, режет, у него грязно везде, блядь. Одним словом, хабалки и узурпаторы. Я разделил этот ролик на две части. Специально, таким образом, чтобы вы увидели контраст, чтобы могли понять, как это происходит, почему так происходит. В первой части мы посмотрим на обычного человека, обычный потребитель. Он не знает там каких-то специфических законов, снипов, норм строительных. Просто приходит, смотрит, все нравится, принимает. Спрашивает, где подписать. Подписывает и уходит. Этот человек, моя подруга Светлана. Мы с ней когда-то работали вместе в одном агентстве недвижимости. Ну а во второй части этого ролика мы посмотрим на ту же самую приемку, на ту же самую квартиру с теми же самыми героями, только уже глазами специалиста, того человека, который знает снипы, нормы, права потребителя и умеет общаться со злодеями-барыгами. Уверяю вас, очень интересное зрелище. Приятного просмотра. Смотрите, у нас все это мероприятие. Я вам покажу, сейчас покажу ЖК, ЖК-береговой. Здравствуйте. Вот она и наша счастливица. Общается с человеком, который будет помогать осуществлять приемку квартиры. В такой дружной компании мы идем на приемку. Давайте начнем сначала. И ты. Там у нас был малый санузел. Большой санузел. Так, гардеробная комната. Спальня у нас. Смотрите, какое шикарное лицо за окном. Счастливая. Обладательница шикарной квартиры. Почти в центре Москвы, да? Не почти, а в центре Москвы. Ну, это, это зал у них. Третий. Так, в целом, неважно. Все, что ты делал, третий транспортный, у нас в центр. Красота. Ой, сейчас расплачусь. Не надо. Ты даже помыли. Это спальня, да, Вика? Да. Это спальня. Вика говорит, окна застройщики поменяли. Да, шикарные. Да, шикарные. Да, шикарные. Свети поставили, не было. Розетки. Не, не, не. Тоже вся Москва как на ладони. Как тут красиво вечером будет вообще. Такие приятные моменты. Слушай, не время перебороть. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Сейчас у вас установлен замок, который открывает мастер-ключ. Мастер-ключ это универсальный ключ, который открывает здесь практически все квартиры. Для того, чтобы вам сменить его и сделать... И небольшой презентик для того, чтобы вы о чем отметите. Прошу. Мы со своим пришли. Мы так хотели получить... Мы хотели бы это и получить. Мы просто действительно не хотели бы это открыть. А под конец он подключился, и я вас сразу... Ба-ба-ба. Вот такое большое шампанское. Я вас поздравляю. На этом откланиваюсь. Желаю всего доброго. Все, спасибо. До свидания. Когда-то у меня был один знакомый, который верил в мистическую цифру, значение цифры 26. И, честно говоря, это вера мне передалась. Пьют, Вика живет на 26-м ухажере. Классно. У нас еще есть средний истинный поликплодор. Да, ну че-то. А, еще есть, можно фотографии. А вы, церковь, давай, тревогу. А вы, церковь, описать, в начале вы, пожалуйста. Я вам еще объясню. Собственница, я вам это в коридоре объясню. Там, где счетчики стоят, в ладочке. Первое впечатление. Вот церковь, она есть. Она с той стороны. Есть. Защитная. Ну, это не скоро. Жень, по-моему, не по уровню стоит. Любой подоконник не по уровню, или у меня что-то в глазу. Проверь, можно. Посмотреть. 15 миллиметров. Можно идти и повесить, если кому-то не верит. Не, я по-моему, на глаз увидел. Что? На глаз увидел. Вы меня не снимаете, вы снимаете. Хорошо. Пожарь, вы там ничего не открываете и не ходите. Вы можете подойти ко мне, мы вместе сами откроем. Говорите, что нет. Ну, вы мне тоже не говорите, вы же мне не начальник. Я с вами согласен абсолютно. Мы понимаем, и им опыт так же, и это все. Она, 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 она собственник даже вот этого всего. Вот каждой вот этой штучке она собственник. 254. Вы мне, я знаю, что она существует. Ну, все, шикарно. Вопрос урегулировали. Давайте дальше. Так, вот это холодное, а вот это горячее. Да, да. Система у вас однотрубная. А можно посмотреть, они, они идут, вот импульс подключен. Смотрите, здесь ас-поис стоит, пожалуйста. Бывает молодое, он мне мешает работать. Можете попросить? Давай, я с тобой. Я разбросил. Вот этот молодой человек. Нет, можно он поработает, пожалуйста, не отвлекайтесь. Мне просто интересуюсь, он будет царапить на стеклопакете и говорит, что он под замену стеклопакета. Я его не интересуюсь, чем он руководствуется. Смотрите, сейчас он все посчитает, все структурирует. И дальше мы с вами все вместе пройдемся под запись отдельно. Запись мы вам под зададим. Ну, хотите, вы выдублируйте. Не надо меня распространять. Не будем распространять тогда. Снимать меня тоже нежелательно. Жизнь, мы хотели посмотреть, что там здесь. Если я сюда пришел конструктивно, с вами парк. Все, давайте конструктивно. Дайте ему несколько минут, а потом вместе с вами пройдемся. Дай время, я просто пытаюсь уточнить, чем он руководствуется. У меня уточни. Я прошу прощения, а кто собственник квартиры? Я собственник квартиры. Это организация наема. Это специалистом специфицированного, если он не может сказать, чем он руководствуется. А почему он не снимает меня, пожалуйста? Не, Андрей, но вы спрашиваете, у нас у нас есть. Нами были направлены вам все документы на то, что у нас будет эксперт на приемку. У нас будет эксперт в лицах. Если вы не получили, то человек выполняет свою работу. Чем он руководствует, он не обязан отвечать. Он видит недостатки, он их фиксирует. Он просто фиксирует недостатки. Просто руководствуется тем, что он ведет. Да, врачебно руководствуется. Так что он не специалист, он не понимает. Да, да, это человек, который первый год работает. У него есть... Пойдите, я не создаю квартиру, я знаю, как ведут себе приемщики, что они себя представляют. 80% их замечаний необоснованных. Хорошо, вы же от судей подокажете? Да, я же не доказал. Я просто вам объясню, я чисто... Я сюда пришел, настроил диалог. Давайте вы начнете с темы статологически. Когда мы закончим чисто сегодня, если вы пообщались, пожалуйста, не открекайте вас. Вы застройщик, у вас обязана копия проекта рекомендации. Да, мы все же не строим в руках, поэтому предоставляют там ее управляющую компанию по запросу. А, потому что строили вы управляющую компанию, мы в любой момент можем сменить, извините. Вы помените, что у собственника нет еще никаких взаимоотношений с управляющей организацией, извините. Два термометра, разводомер и вычислитель. Четыре бломбы должны быть. Пишите, замечательно. Сколько отмечено в области? Общедомовое. Давайте, давайте, не, 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 только... Сколько квартир? Меня опять спрашивает, чем вы проверяете срабатывание узора? Подливает автомат. Где гарантия того, что он сейчас не спалит... Ну, не все, ну, все, ну, пожалуйста. Соседи принимали квартиру, и у них счетчики... Открыл, но вообще отсюда выгоните. Потому что заводка у вас суевая. И то, что забивает автомат, это выбивает, потому что вы вот так сделали. Потому что вы не квалифицированный специалист. Иван. Что же такое, ребята? Вы же как бы продаете деньги за такие деньги, живоплощадь. Чего вы ругаетесь-то с теми людьми, которые вам платят фактически? Ну, мусор, да. Кстати, а это что за булыжник такой? Торчит там. Это без него работает вся эта система? Да хренов знает, неверно. Почему выбивало? Потому что здесь не имеется автомат. Собственно говоря, не рассчитан на нагрузку. Там выбивает, собственно, просто. Если не рассчитан на нагрузку, то неправильно. Давайте мы еще раз повторим удалить из записи. Перестаньте, ну перестаньте. Вы можете обратиться в вашу компанию? Вы из управляющей компании? Нет. Из застройщика? Ну вот, обратитесь к застройщику. Пусть сюда пригласят человека, который, ну, может быть, более фотогеничный. Или которые... Это перестаньте, это моя личная, я бы не надо меня снимать. Ну вот, ну вы же сейчас на работе. Вы сказали, вот чем меньше вы говорите, тем меньше я вас снимаю. Вот поверьте мне. Зачем вы мне снимаете? Потому что вы обращаетесь. Потому что я должен снимать. Я же не буду снимать стену и разговаривать с вами. Не поймите правильно. Ну это глупо будет. Мне Паша говорит, что вы пока документы подписываете, а вас можно здесь оставить, чтобы у вас походят. Совершенно нет. Это полгонимент у человека сразу же. Таковы... Что вы думаете, вот об этой трещине, в монолитной стене? Да, это процесс срабления. И что дальше? Ремонтная смесь восстанавливается. Монолит? Это абсолютно стандартный процент. А чем же не восстановили до сдачи? Не досмотрели. Серьезно? Я знаю, у соседей там... Вот, кстати, это застройщика или управляющая компания? Я думаю, я пришел с ней не проверить. А, вы слышите. По поводу запаха, вот, в туалетах, вот, здесь вот, запах тоже. Ну, честно говоря, я не ощущаю. Да? Я не ощущаю, что вы не. А, запах. Ну, вы же тоже там, не за пять минут, не все документы. Мне сейчас пока знакомлюсь с документами. Нет, понимаете, он их набивает, когда он сейчас будет набивать, ему замечание нужно, он банк забьет замечание, и вы будете ознакомлены с этим, понимаете? Я вас спросите, почао, если вы снимаете. Я снимаю с заказчика. Ну, я сейчас заберу с телефона этот... У меня охрана говорит, ну, все, ну, все, он сможет. Еще звоните. Молодой человек, верните? Взял, наступил, 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 сорвал с меня маску, нарушил режим. Вроде спокойно-спокойно было. Раз, пошел. А это, знаете, тихушники, которые они всегда так сначала терпят, терпят, а ну, ты же. Я не знаю, я представил генподрядчика, да? Да. У вас есть проектная документация, оригинал? У меня нет. Генподрядчик потерял? У меня есть доступ к сканам. Давайте акт о потере документации, и будем ее в розыск подавать. Она собственник этой проектной документации. Она за нее заплатила деньги. Она и принят право с ней ознакомиться. У вас обязан быть либо один, либо там два, три комплекта документа. Ну, вы же представляете кого-то, компании. Вот я, я просто не спрашиваю вам довереных. Ну, я представляю компанию по договору. Уже прекрасно понимаете. Я заключил с компанией договор, правильно? Цаработательница. У меня есть права и обязанности. Это ваша внутренняя. Пришлите тогда человека надлежащего, надлежащего, с доверенностью. Обратитесь к руководству. У вас доверенность вообще есть на представление интересов компании? Они вам пришлют. Я же говорю, обратитесь к руководству. Направьте письмо, свяжитесь. Есть же номер на сайте. Ну, свяжитесь. То есть вы же представляете интересы, вы говорите. Я же вам повторяю, у меня нет контакта ни юриста, никого. Никого? Я не знаю, к кому он обратился. Уфигеть, что вы работаете, у вас даже нет связи с руководством. Вчера я приезжала сюда специально до приемки. Я попросила, чтобы сегодня мне предоставили эти документы на приемку. Мне отказали. Ну мы откладываем тогда приемку сегодня или что? Это ваше право. Я говорю, я доведу до руководства ваше право. Мы же вот понимаете, проектная документация это список того, что вы обязаны были сделать. Не только в квартире, в рамках квартиры, но и везде. Я на почту за неделю отправила застройщику претензию, не претензию, а рекомендацию, что мне нужно вот такой перечень документов на приемку моей квартиры. Вы приходите и вы некомпетентны в том, чтобы предоставить мне эти документы. Ну тогда мы ждем, да? Пожалуйста, если можно, чуть быстрее. Да, да, да. Это здесь у вас, правильно? Мы вкладываем. Включить, забрать. Ну у нас сегодня приемка. У нас уже отменею на квартиру. Мы хотели бы подписать с вами документы, наверное. Какие документы? Какие есть? Какие документы? Приема передачи. Конечно. Ну сделать мы это сегодня. Почему это? Потому что у нас интернета нет. Интернета нет? Вам раздать? На проводные компьютеры, у них нет Wi-Fi модулей. А почему, если у вас со вчерашнего дня нет интернета, меня с ней повезтили заранее и неперенесимо не принесли, ребят? Может, у нас даже телефония не работает, но у нас тоже... И не смешительнее сейчас. Я вчера, кстати, была у вас здесь в офисе. Да, но с вечера вот она не работает. Ну, значит, вам нужно было позвонить. Если у вас не работает телефония, у вас работает кабельный телефон, у вас в руках. И нужно было перенести приемку. А почему меня не оповестили, что я сегодня не могу принять квартиру, потому что у вас нет интернета? Вот записались-то вы к главстрою, да, правильно? Главстрою на прием. Главстрою, вы не включили, вы работаете совместно с главстрою. Вы в главстрою приняли внутреннюю приемку, и как вы любите отвечать в чате и на всех ваших телефонах. Есть закон, который запрещает видеосъемку, если человек против этого. Я вас очень попрошу, прекратите. Какой закон, просто скажите? Вот смотрите, есть закон, запрещающий удерживать чужое имущество. Вот нам сообщили, что у вас находится имущество собственника квартиры, а именно ключи от этой квартиры. Можете предоставить ключи? Мы не можем вам предоставить ключи, пока не будет подписан акт. Потому что вы... Ну, мы подпишем акт о получении ключей, нам этого достаточно. Прямо по квартире. Мы пишем, вот на чистом листе бумаги мы пишем. Мы принимаем квартиру. Нет, там есть... Получили ключи экземпляров, столько-то. Все. Такое можем подписать? Нет. Но вы же не можете без акта приема передачи получить ключи. Да мы сейчас акт приема передачи вот здесь нарисуем. Напишем акт приема передачи, дата, время. Есть утвержденный шаблон документа, который... Не обязательно кем-то что-то утверждает. Мы можем внести протокол разногласия в любой документ. Понимаете? Это наше право. Я не понимаю, я не юрист. Я не юрист. Я не юрист. Пригласить. Пригласите юриста. Пригласите юриста в вашей компании, тогда если вы не юрист. Вы представитель вообще какой компании? Вот как называется компания? Компания Культура. Культура. Компания Культура, да. Дайте мне подписать документы. Еще раз. Я за неделю записалась на прием. Вы сейчас меня вынуждаете повышать голос. Документы должны быть подготовлены к моменту приемки. И к моменту подписания акта передачи. Давай сейчас просто возьмем как бы бланк. Просто даже А4. Прямо напишем акт передачи квартиры, номер, свою фамилию и то, что ты получила в ключи. Вот здесь вот при нем составим. Компания Культура передачи. Я Голиков Максим Игоревич. Но я вам этот документ не буду подписывать. Почему? Ну потому что мы работаем в шаблонной. У меня не было указания о том, что если собственник пишет собственноручно акт. Ну вы его проверите. Вы проверите документы. Вы имеете право подписывать любые документы. У вас же доверенность на это есть. Можно хотя бы на доверенность? Я же не могу собственноручно сам принимать решение, какие документы я принимаю, а какие нет. Ну вот мы скачаем, подпишем с вами, мы вам передадим ключи. Проинструктивно как вы. Вы мне сегодня передадите ключи, потом я приезжу. Вы второй свой акт скачете. Это же ваша проблема, понимаете? Вы же можете в указательном тоне мне в приказном говорить, но от этого ничего не изменится. Это ничего не поменяет, потому что мы работаем в шаблонной. Если мне скажут... Где закон, который говорит о том, что вы работаете только в шаблонной? Найдете мне, покажете? Нет, не могу искать у нас опять же. Ну позвоните кому-нибудь там в свою актуру, подстройку, позвоните. А где оригинал-то? Оригинальный не висит. Ну у нас оригинала не хранится. Так а как вы подписываете документы без оригинала? Вы мне объясните, я ничего не понимаю. Доверенность? Да нас ждал запах, если эта копия заверена, так же печать, а не серо цветной печатью. Где заверенная копия? Меня или не хранится? Очень интересно. Вот видите, здесь написано, что вы... Максим Игоревич, имейте право подписывать акты приема передачи. Все, вот вам акт сейчас пишут. Вы имеете право его подписывать. Что еще имеете право? Сейчас там написано собственно нарушено, а не инициативный документ. Да ладно, да вы что? Это кто такой? Вам сейчас приедет следователь и составит от руки документ. Вы ему объясните, что он не процессуальный, не юридический. Вот покажите нам закон, где собственно нарушены составы и не является юридическим. Да, да. В целом полотенце. Я смотрю на язык, очень большинство продающих. Ну, смотри. Ну, я думаю, что мы можем спечатать соседних офисей, сделать джаз. В чем проблема? Распечатать только? В офисе продаж. Да? Ну вот. Максим, вы уже свидетели. Максим, вы скрывали. Максим, вы сейчас посмотрите. Ну, как обстановка, Жай? Нормально. Так вот стало, можно работать. Сюда. Всех агрессоров выгнали. Ну, это не щели, это да. Отклонения. Отклонения, да. Сантиметр, да? Сантиметр, да. Где-то на два метра. Убрать трещины, наверное, на стол. Он приказан. Кранится, например, здесь трещина, здесь. По мономитту, да, получается? А, это этот. Здесь доклад. Откос. Откоса. У них, кто, знаете, если ковырнуть, соседи ковыряли, у них вообще пенопластовый доклад. Откоса. Да, чтобы тепляли, возможно, раз, собственно говоря, откоса. Сейчас, вот, все сначала, приятно, что-то. Ничего, и эти, и межкомнатные тоже такие. Ладно, это вообще сносить, когда на кофе будет. Вот пальмы заправлены. Здесь тоже. Сантиметр. В центре, да, пузырек. Ну, сейчас мы смотрим. Я чуть-чуть не разговариваю. Хорошо. Очень-очень. Угу. Здесь, здесь все ходили. Здесь, скажем, все створки, ручка, намного удовольствия, разговариваю. Снимаете? Да. Здесь, здесь, тоже скованы ручки, на створки, так называемые створки. Угу. Я заснял ее. Как устроение будем? Огромное. Слушайте, ну, нужно будет ее расшивать, специальным клеймом раствор, расшивать. Угу. Выход. Интересно. Система канализации у них. Чугунь, говорят. Система дымоудаления, я так понимаю. Вентиляция. О, для эвакуации, смотрите-ка. У меня сейчас прибежит охрана, мне придется эвакуироваться. Ну, люстра, да, здесь бесподобная. Вопросов нет. А это место для охраны. Прикольно, да? Бедненький. Он сидит здесь с журналом. Ключи. Все оставил. На этом все. Большое спасибо за внимание. И напоминаю вам, что у меня вот тут есть оставить комментарии какие-то свои, есть место, где подписаться, где поставить лайк или дизлайк, ну, в соответствии, с того понравилось или нет. Ну, и приглашаю вас на мои дальнейшие ролики. Приходите, пожалуйста. Вот совсем, совсем в скором будущем у меня уже все готово. Будет большое разоблачение на всякого рода юристов, те, кто осуществляют услуги в городе Москва. Будет очень интересно, будет очень много интересных кадров. И знаменитых, и тупых, и интересных. До встречи. Пока. Все увидели. Если увидели, обязательно распространите среди жильцов вашего ЖЭКа, как вы это любите. Не надо меня распространять. Субтитры создавал DimaTorzok